Какой сегодня день, какой сегодня день, какой сегодня я, кирпеска моя! Всем привет! Вы на канале с Михаилом. И сегодня у нас на обзоре вот такая вот катушка Diva Ninja 3000. Сразу хочу сказать, что есть такая же катушка с глубокой шпулей в таком же размере. И по информации от производителя ее можно использовать как для спиннинговой, так и для фидерной ловли. Но я выбрал себе спиннинговый вариант с низкопрофильной шпулей. Первое, на что мы можем обратить наше внимание, это, соответственно, характеристики. Передаточное число. Вес ее 250 грамм. Максимальная нагрузка, которую может выдержать при намотке данная катушка, 10 килограмм. Выматывает за один оборот она 80 сантиметров. Шнура или лески. И, соответственно, в ней есть 4 подшипника. Данную катушку я приобрел не так давно для спиннинговой ловли, как я уже говорил. Посмотрим, что внутри. Внутри традиционно есть взрыв-схема на данную катушку со всеми характеристиками. Ее мы изучать не будем. И, соответственно, гарантийка. Тоже рассматривать не будем. Ничего там интересного нет. В комплект к этой шпуле идут вот такие вот шайбы. Это для регулировки намотки. Катушка идет. Все, больше ничего здесь нет. Соответственно, катушка идет вот в таком пластиковом пакете. Вложим, я так понимаю, транспортировочные разные вещи. Теперь мы ее с вами рассмотрим более детально. Здесь у нас традиционно переключатель есть. Теперь будем ее, так сказать, смотреть по характеристикам. Стопор. Идеальный, как по мне. Сейчас посмотрим, какой у нее фрикцион. Ого! Нехило так зажимает. Фрикцион длинный. Хотя, интересный фрикцион. У меня такого еще не было. Есть. Так, тут у нас есть клипса. Честно говоря, могли бы поставить и круглую. Но, учитывая, что катушка спиннинговая, а не фидерная. В принципе, без разницы, какая тут будет клипса. Но, клипса вот пластмассовая. Наверное, она не подпружиненная. Сейчас мы открутим шпулю и посмотрим, какая тут клипса. Нет. Клипса как раз подпружиненная. Да, и она работает, и это радует. Внутри много смазки, я вижу. Тут все чистенько, аккуратненько. Разбирать мы и катушку не будем. И таскать 10 килограмм тоже не будем гантелей. Мне ее пока жалко. Значит, по люфтам. Сейчас проверим. Ну, чуть-чуть ходит. Есть немножко боковой люфт. Тут не шатается. Ротор чуть-чуть есть. По ротору немножечко. А хотя, можно сказать, что его и нету даже этого люфта. Да. Так, теперь по ручке. Проверим здесь кноп. Чуть-чуть. Я думаю, это не принципиально. Здесь. Здесь можно сказать, что и нету люфта никакого. Да. Ручка хорошо стоит. Вот так есть немножечко люфт. Ну. В целом. Впечатление о ней хорошее. Ход плавный. Очень плавный. У меня есть катушки другие. Там ход намного хуже. Ну, как сказал один товарищ. На плохую вещь надпись Дайва не нанесут. Ну, вам скажу. За такие деньги. За такие деньги. Очень даже неплохо. Как она шнур намотает. Посмотрим. Но, судя по всему, катушка неплохая. Мне нравится. Я думаю, что она послужит верой и правдой. Сейчас мы с вами проверим ролик лесоукладывателя. Ходит ли... Да, ролик ходит свободно. Отлично. Замечательно. Прекрасный ролик. Вполне очень себе даже неплохая катушечка. Здесь надпись Дайва. Это, конечно, не Стелла. Но, знаете ли, за такие деньги вполне себе приличный аппарат. Что вы думаете по этому поводу, можете написать в комментариях. А с вами мы встретимся в следующем выпуске. Всем хорошего дня. Пока.